Спасибо. Спасибо, Алексей Владиславович, за возможность выступить на очень уважаемом мной семинаре. Но действительно, инициатива наказуема. Для того, чтобы соответствовать уровню семинара, я вознамерился говорить о том, что мне кажется очень важным. Но не соизмерил возможности раскрыть эту тему в рамках доклада на семинаре. Поэтому мне нужно с самого начала сделать несколько оговорок. Первая из них будет связана вот с чем. Проблема вузовской школьной неуспешности, она чрезвычайно сложна по двум причинам. Во-первых, как известно, все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастливы по-своему. Ну и когда все идет более-менее устойчиво, равномерно, складно, то, конечно, можно какую-то теорию строить более-менее простую. А когда речь идет о неуспешности, то причин очень много. Тем более, что и есть супер важная и сильная и мощная причина. Количество информации, которую человечество накапливает, растет, а потенциальные возможности учеников, вообще говоря, не растут. Да и время жизни не увеличивается. Поэтому количество информации на единицу учебного времени растет. Не хватает времени для того, чтобы детально объяснить сложные места. Не хватает времени для того, чтобы осуществить пропедевтику сложных понятий. Нет времени, чтобы вернуться назад и помочь ученикам, которые выпали из учебного процесса, восстановиться. Таким образом, речь идет о совсем непростой задаче. Потом само решение задач. Понятно, что это проблема на века. Собственно говоря, семинар данный активно эту проблему разрабатывает с самых разных сторон. Понятно также, что речь идет о развитии мышления. Потому что просто так натаскать на решение каких-то стандартных задач, вообще говоря, можно было бы. Но, как известно, это никакого толку не дает. Ну и, наконец, стахастические методы. Надо же как-то объяснить, что это такое. И как вообще бороться с предыдущими двумя областями неопределенности. Для себя я нашел несколько спасительных вариантов на сегодня. Сначала я хочу вспомнить о двух докладах Азика Исаковича Вольперта. Его работы некоторые представлены здесь. И о нем, наверное, присутствующие знают. А если нет, вот некие ссылки. Однажды на конференции, которую проводил по уравнению с частными производными Алпатинский академик Украины, Вольперт выступил с интересным докладом. Он рассказал о том, что когда горючее вещество в виде цилиндра поджигает с одной стороны, то иногда фронт горения вырывается точкой на поверхность и движется по винтовой линии. И, конечно, все плохо, потому что ракета не попадет туда, когда рассчитано. Химические реакции не попадут туда, не затормозятся. Через два года на такой же конференции он выступил с докладом, который излагал уже математическую теорию горения. И, к слову сказать, нашел весьма изящное объяснение. Немножко перевирая для простоты, скажу, что по отношению к этим параболическим системам было построено вспомогательная эллиптическая система, и там собственные числа дали каким-то образом диаметр того цилиндра, на котором этот эффект может быть. Цилиндры сделали толще, и действительно, иногда фронт горения сворачивался в точку и шел по винтовой линии, но уже внутри цилиндра, ровно на предсказанном расстоянии. Мне кажется, это очень симпатично. Я хочу отталкиваться от этих двух историй, сказать, что я буду тяготеть к первому варианту, к разговору о том, что именно тут вообще может быть, о некоторых эффектах, а не о подробной теории. Но эффекты все-таки, на мой взгляд, важны, поэтому я отваживаюсь идти в эту сторону. Перед тем, как о чем-либо начинать говорить всерьез, прежде всего нужно дать какую-то оценку о том, насколько велика и остра проблема школьной выручки неуспешности. Вообще говоря, это не требует особых доказательств. Все достаточно уже очевидно, но тем не менее сошлюсь на первой международной ассамблее Российской академии образования, которая была в апреле 22-го года. Как ни удивительно, но все четыре дня этой ассамблеи рассмотрился вопрос под школьную неуспешность. Ну, это показатель. Для того, чтобы хоть немножко ощутить динамику ухудшения, я сошлюсь на статью Костенко и Захаровой «Сравнение математических умений школьников в 90-х и 40-х годах». Эта статья была опубликована в трудах конференции известной присутствующей математикой общества «Математика математического образования на рожебе веков» Дубна, сентябрь 2000 года. Там есть в этой статье некая табличка. Авторы провели сопоставление двух контрольных работ, однотипных, в 49-м году и в 98-м. Ну, и все перед нами. В таблице этой четыре типа задач. И что мы видим? Ограничиваясь третьей строкой, было 75% успеха в решении задачи, а теперь только 19%. Вот было 9% тех, кто либо совсем не решал, либо не довел до конца. То есть в тройке, в четверке не учитывались. Только абсолютная неудивительная отметка. Таковых было 9%, а теперь 54%. Ну, теперь в 98-м. Значит, в 6 раз. Но в остальных случаях в 4 раза больше. А вот, прошу прощения, аналогичное сравнение с нынешними школьниками не проводилось? Мне кажется, сейчас еще сильнее упал процент. Спасибо, Игорь Николаевич. Вы абсолютно правы. Но это же было еще до запрещенного упоминания здесь и вполне правильного запрета на ЕГЭ. Да. Было тестирование на то, что баллонский процесс, а теперь уже совсем худо. Но даже когда еще не было настолько хода, в 6 раз. И когда уже столько неуспешных, ну, если до Академии, Российской Академии Образования эта проблема докатилась, то я думаю, что проблема есть. Ух. Ну, тогда вопрос. Что можно сделать? Ну, здесь отмечено, что показатели ухудшились в полтора и шесть раз. От полутора до шести раз. В 40-х годах полноценную слабильную математику почти три четверти учащихся. В 90-х менее 1-5-й. В 40-х годах наблюдается стабильное знание по всем годам обучения. В 90-х резкое ухудшение в старших классах. Теперь хуже. Ну, чтобы не начинать... Владимир Григорьевич, только тут замечание, что в 90-х годах образование было всеобще. А в 49-м нет. Алексей Владиславович, конечно, я знаю об этом. Мало того, участие в начальной школе уже достаточно давно. Я просто знаю, что иногда 20 человек из класса оставляли на второй год. Если даже не отчисляли, то не бросали тех, кто не справился. И хотя бы таким образом что-то можно удавалось подправить. Кроме того, каждый год были экзамены. А экзамены, если заканчивались неудачно, то назначалась переэкзаменовка в конце августа. И таким образом усилия по исправлению ситуации, правда, они были уже запоздалые. Если человек целый год ничего не делал или не понимал ничего, то понятно, что это мало что давало. Но тем не менее. Училие по исправлению статистики. Я не претендую на то, что это абсолютно чистая, точная информация. Просто она показывает, что дела ухудшаются. У меня есть данные за последние пять лет. Тебя три года измерял по математике. Так что, в принципе, можно. Ну, так вы скажите, что вы измерили. Нет, ну это целый доклад это делает. Но вот то, что подтверждает картину эту. Восьмиклассники, например, знают хуже, чем семиклассники и так далее. Что теперь знают студенты первого курса посреди с тем, что они должны знать? Но, тем не менее. Эскиз возможного ответа на проблему неуспешности представлен в статье, ссылка на которую висит на экране. Ну и подробнее в монографии «Элогическая теория устойчивости», «Методрогические очерки», монография в двух томах, 550 страниц. Это как бы страховка от того, что если я сейчас что-либо расскажу слишком неудачно, то хотя бы есть некий вариант предварительных размышлений на эту тему, опубликованная в монографии. Здесь есть, конечно, какая опасность для меня. Я действительно взялся за невозможное, поэтому не скучно. Но есть так называемый синдром Саймона. Валерий Александрович Яровенко, профессор Голорусского государственного университета, специалист по функциональному анализу, но он еще пишет статьи по философии математического образования. И в одной из статей привел этот самый синдром Саймона. Это марсианский математик, очень крупный, он публиковал статьи, с доказательствами, а в какой-то момент доказательства перестал публиковать, заявив, что доказательство слишком длинное, чтобы его публиковать, но я его доказал. Так что я вот сейчас опасаюсь выглядеть именно так. О чем расскажу, обоснования не будет. Ну, обоснования, почему теперь нет, это же не только про марсианских математиков. 15 тысяч страниц доказательства, ну, первое доказательство грандиозной теремы алгебры всем известно. Теперь, наверное, уже покороче. Вот. Хотя бы в двух словах положение основной монографии я проговорил. Ну, первое положение о том, что современные образовательные процессы являются развивающимися практически в каждой точке. Это значит, что сбои могут быть когда угодно. Второе положение предупредить эти сбои при планомерной реализации какой-либо технологии образования нельзя. Поэтому нужно научиться бороться с последствиями уже состоявшихся сбоев, что и выражает в частности проблемы школьной неуспешности. Это уже состоявшиеся сбои. Методологическое устранение последствий сбоев все-таки проще, так как в этом случае на первый план выходит влияние малая часть инструктивных факторов. Это помогает лучше сориентироваться в ситуации, а порой и действовать адресно и точно. Ну, тогда на первый план выходит корректирующее обучение, то есть то, которое призвано исправлять ситуацию. Его следует отнести к особому, второму контуру управления образовательными процессами. Ну, поскольку придется отступить от запланированного движения по программе, ради детей. И если это второй контур управления, его статус надо повысить, то, тогда двухконтурное управление даст необходимый переход в систему образования на динамический тип устойчивости. Употребление такого слова надо все-таки как-то прокомментировать, а именно я сошлюсь на, тут не знаю, видно ли на экране, у меня заставка скрыла, эту картину упомянул некий Барушко в книжке, значит, значит, про вызов будущего, и там обратил внимание, что атлет, который сидит на тумбе, он выражает, как скала Гейбла Артара, абсолютно устойчивость, а девочка на шаре выражает динамический тип устойчивости, она находится в состоянии неравновесия, но благодаря своим постоянным усилиям остается в этом положении. так вот, нам и нужно обратить внимание на этот второй контур управления, когда педагоги будут, они должны, кто-то это и делает, научиться восстанавливать стабильность, устойчивость, эффективность обжигательных процессов после сбоя. То, что это связано с развитием мышления, присутствующим очевидно, но я на всякий случай привел еще и конкретный пример из пособия Дорофеева Потапа Борозова на 544 странице, задача номер один, она ничем не отличается от многих других, но просто в пособии эта задача решена трижды. Сначала представлено решение одного из абитуриентов, который так и не перевел к верному ответу, затем подробно описано еще одно решение, которое постояет в выплатке предыдущего решения, так называемого решения, но сопровождаются рассуждения, которых там явно не хватало. Наконец, после этого чернового решения пособенно краткое и точное числовое решение. Что тут видно? Отталкиваться удобнее всего от ошибок, то есть от сбоев, и отталкиваясь от этого, можно подтолкнуть интересующихся к верному решению, но не в готовом виде, а посредством некого пути к этому верному решению. по-видимому можно сказать, что этот ответ авторов на вопрос формулирован Дорофеевым. Обучение математике или обучение математикой? Понятно, что если мы не будем стремиться к развитию мышления, то никакие другие задачи не могут быть решены. На какой ресурс можно опереться для преодоления этого мощного барьера неопределенности, который связан с многофакторностью образовательных процессов и одновременно с неопределенностью в плане развития мышления. Однажды на конференции в Горнском университете было предложено выступить с докладом и признаться было невовко, как, впрочем, это и сейчас точно так же, перед коллегами, которые активно, успешно работают, говорить какие-то умные слова, и я тогда взял, стал просто рассказывать о результатах экспериментов на всех ступенях образования от дошкольной ступени до выше. К моему удивлению, при обзоре обзоре этих результатов вдруг оказалось, что всюду дети демонстрируют невероятные результаты, и это означало для меня открытие обращения ко всем взрослым через меня, раз уж я взялся за ними смотреть. Они фактически сказали следующее. уважаемые взрослые, мы очень многое можем сделать сами, нам только немного подсобить. Ну вот, это и есть тот самый ресурс, о котором можно говорить, о котором я и сейчас тоже попытаюсь говорить. Значит, когда будет идти речь о корректирующем обучении на разных ступенях образования, дошкольной, начальной школе, средней, выше, то, конечно, смысл этого обучения оживить ту самую самодеятельность, поисковую активность, которая чаще всего находится или оказывается в скованном состоянии, а уж после этого все другие проблемы решить удается. Никаких других способов, по-видимому, нет в кризисных ситуациях. Ну вот, теперь начнем. Начну с некоторых результатов применения авторской концепции программы математического воспитания дошкольников. Эта программа возникла в 1994 году, в 1995 была разработана в связи с конференцией, которая проходила под эгидой ЮНЕСКО в Гомелье и посвящена была в 60-летие со дня смерти Васильевича Логодского. Дети ходили в детский сад и детский сад привлек к этим делам. Вот. И вот один из результатов. Конечно, он уже не новенький, но в ту пору я еще сам вел занятия, во-первых, во-вторых, в это время детский сад, в котором эксперимент шоу имел статус республиканской экспериментальной площадки. В связи с этим методисты, психологи проводили много диагностики, измерений, и благодаря тому что-то можно выразить в числах. Ну, так вот, смотрим в начале октября 2000-го низкий уровень развития магистрических представлений по стандартным методикам измеренной был одинаково низким во всех двух группах экспериментальный и контрольный. Правда, повезло, что в экспериментальной был все-таки чуть-чуть ниже. Нельзя говорить, что это в рай лучших детей, поэтому все стало лучше. Обращает внимание на себя тот факт, что через полгода 8 человек в экспериментальной группе оказалось на среднем уровне, а средние баллы с контрольной оказались практически одинаковыми. Это означает, что несколько человек вырвались вперед, но зато многие остались где-то там далеко-далеко. внизу. Еще показательный третий срез после восьми на среднем оказалось 10 человек на высоком уровне развития этих самых представлений, как минимум двое перепрыгнули через две ступеньки. Наконец, четвертый срез это еще только средняя группа, это еще не финиш в детском в детском саду. 15 человек на высоком, 4 на среднем, никого на низком. Из трех возможных в среднем дети набрали 2,62. то есть прибавили за полтора года 2 балла, а в контрольной только 1 балл. конечно, тут можно думать, что интенсификация обучения, значит, работа преподавателя университета, но работа преподавателя университета проходила один раз в месяц. Тогда вот и вопрос, можно ли за одно занятие в месяц получить нечто заметное, но оказывается можно. Но тогда вспоминаем некоторые общие факты. Олег Сенович Гугорский писал, почти всегда возникают чрезвычайно ответственные моменты в развитии ребенка. Всегда происходит столкновение в арифметике с другой формой арифметики, которую обучают его взрослые. Педагог и психолог должны знать, что усвоение ребенком культурной арифметики является конфликтным. Однако выявить естественную арифметику ребенка трудно и приходится действовать слепую. собственно, поэтому нет обратной связи в виде развитой речи и так далее. Отчасти проснить ситуацию помогает в тесте Жанна Пиажа, но и тот одно из основных достижений выглядит так. Я пропущу его описание его эксперимента. Перед детьми ставили 6 стаканчиков, 6 бутылочек на подносе стаканчиков нужно было поставить к этим 6 стаканам столько же бутылочкам столько же стаканчиков. Первый, второй уровень показывал всякое несоответствие, а вот некий Мюл 5 лет 3 месяца взял и поставил ровно 6 стаканов 6 бутылочки мы спрашивают одинаково да одинаково почему одинаково потому что здесь 6 и здесь 6 ну тогда стаканчики сгрудели бутылочки растянули разрезанный ряд теперь тоже одинаково нет теперь бутылочек больше сгрудели бутылочки растянули стаканчики а теперь по-прежнему бутылочек больше нет теперь больше стаканчиков ну все довольно очень простой под словами шесть стаканов 6 вообще мил понимает совсем не то что мы взрослые что что-то можно делать конечно понятием числа которым воспитатели и учили начальни школы имеют очень отдаленное часто неверное представление причина конечно не в детях вот на что здесь можно опереться ситуация столь высокой неопределенности огромный не ценен упор взрослым окажут сами дети вот это лейтмотив всего доклада самая маршак написал зритель не видевший первого акта в догадках теряются дети все же не пытается как-то понять что творится на свете еще здесь я хотел бы сослаться на книжку о двух до пяти корнея чуковского где он написал если бы потребовалось наиболее наглядные внятные для всех доказательства что каждый малолетний ребенок есть величайшая умственная тружить нашей планеты достаточно было бы пригодится возможно внимательных сложной системе тех методов при помощи которых ему удается такой изумительно короткое время овладеть своим родным языком всеми вот всеми оттенками от причинных форм всеми тонкостями и софиксов приставки флексий хотя это владение речи происходит под непосредственным воздействием грозных все же она кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни ну хорошо не надо хотя бы это делать умственную активность каким-то образом формировать она присутствует отсюда в частности вытекаешь на дошкольной ступени любые методы воздействия на развитие ребенка является вероятностями стахастическими но при этом научные силы ребенка можно опереться поскольку они находятся в этот период жизни в активном состоянии и ребенку постоянно приходится разгадывать что творится на свете этими обстоятельствами нужно распорядиться оптимальным образом в авторской концепции программа тематического воспитания начальном этапе основной акцент сделал не на систематическом интересе интересов взрослого она систематизирующим обучение интересов детей то есть на корректирующим обучением надо вмешаться в то как они представляют тогда не надо отбрасывать весь этот их опыт во-первых во-вторых их наблюдения бывают настолько прекрасные и изумительные что просто нужно научиться отталкиваться от их придумок усиливать эти самые придумки детали такого обучения дошкольников во второй младшей группе впервые удалось описать именно методику в статье которая на экране здесь присутствуют эффекты которых речи начало годский писал часто при помощи самых ничтожных до смешательства мы достигаем крупнейших результатов известная марием тессори около столетия тому назад написала книжку названием помоги мне сделать это самому таким образом мы можем делать ставку на некие синергетические эффекты вот ключевые моменты программы достаточно очевидны место организации развивающей среды которая должна воздействовать ей постоянно равномерно ставка сделана на локальные проблемные ситуации нацелены на активизацию мыслительной деятельности детей в определенном направлении причем без установки на их скорую ага реакции обычно говорят все эти разумные добрые вечные так вот акцент на сеять не дать нашим концу занятия и даже не к концу месяца ли целого года когда сообразят тогда и получится важно только запустить процесс мышление это как раз и видно было по той таблице неравномерность движения по своим возможностям было очевидным но несмотря на эту равномерность а может благодаря и и и дети оказались достаточно на достаточно высоком уровне хочу отметить что в конце мы использовали чтобы не вписываться в то что происходило каждый день некий тест российский который никак не использовался в процессе обучения и семь человек из девятнадцати выполнили тест на сто процентов ну 15 на высоком уровне и так получаем что разрозненные импульсные педагогического воздействия ребенка дают ему пищу для ума и при этом оставляя достаточно времени для того чтобы подумать такие секреты здесь предполагал некий некий обзор того что действительно происходило на этом этапе во второй младшей группе но на самом деле детали надо обсуждать более подробно а так я отмечу следующий уровень это уже в средней группе как правило для консолидации хотя бы частичного упорядочения неполного эпизодического фрагментарного опыта математической деятельности ребенка используются не математические проекты школа юнор архитектора школа юного полинара и так далее но просто чтобы занятия не выглядели хаотичным уж совсем главной целью всех этих усилий является и являлось воспитание достойного поведения петриот перед трудной задачи и дети в ответ на это не перестают удивлять вот некая саша в три с половиной года друг говорит так эту задачу решили приступаем к следующей признаться опешил и говорил саша если следующая задача будет трудная или непонятно ты не испугаешься нет мы не испугаемся илья четыре с половиной года был урок по построению развертки куба раньше нельзя потому что они еще плохо режут бумагу ножницами по линии но уже в четыре с половиной года примерно испытательный звонят говорят владимиревич уже режет то есть можно проводить прошел такой урок и вскоре я пришел домой там брат первоклассник с мамой пытаются построить развертку клуба у них не получается но тогда он походил походил рядом и говорит если вы не дадите квадратик из картона я вам помогу квадратик с картона ему дали он объяснил брату объяснил маме у них все получилось но он приходит говорит что у вас тут происходит а происходил это пустяковая вещь развертка была дана детям не в готовом виде они сами конструировали искали в качестве помощи простая идея намазаем украины краской одну грань кубика из бумаги прикладываем к листу след остается кубик катится оставляет следы дети перекладывают значит эти квадратик из картона удивительно некоторые успели сделать развертку раньше чем это мы коллективно делали вот пару слов про лёшу началась начался новый цикл занятий в детском саду после занятия в коридор выхожу там тишина благодать но как выбранный монастырь вот и контрастом некая молодая женщина которая явно волнуется стоит около двери спрашиваю вы волнуетесь не связи ли с занятием которое проводил да как то мой лёша я говорю ну с лёшей наверное будет все хорошо как и со всеми остальными наград вы представляете он стал отлынивать от занятий я говорю как-то раньше а чем-либо спрашиваю он тут же отвечает а теперь я его спрашиваю говорит мама дай мне немножко подумать вот трехтомную монографию которую я ту пору готовил я начал с этой историей о лёше потому что подумать то как раз никому уже и не дает нет времени ну и все источник проблем лёша это замечательно заметил сам и как великий методолог и методист сказал об этом слух ну буквально несколько фотографий построение разверток параллелепипеда и самих параллелепипедов школьниками на основе усиления ориентировки в заданиях здесь следовало бы поговорить о работах следующего перина он обратил внимание что анализ условия задачи от типа анализа ориентировки условия задачи существенным образом зависит результат на решение этой задачи то есть как он пишет мы собственно не помогаем решать задача только помогаем сориентироваться а результата они делают все сами но результат совершенно разные ну вот ориентировка вот построены ребенком куб но все построили из кубиков выстроен некое некое здание конечно было бы времени побольше у автора можно было бы рассчитать некий замок разбить его на параллелепипеды каждому дать индивидуальные занятия потом из их деталей сложить этот замок ну все так мимо мимоходом поэтому как есть ну а теперь про начальную школу если не утомил уважаемых участников то хочу рассказать про один короткий эпизод который произошел на начальной ступени образования но для того чтобы объяснить что за эпизод надо несколько слов сказать в начале очень талантливая учительница поразила своим первым уроком в первом классе настолько что появилась идея на желание помочь ей в этом как-то помочь ей в этом деле где-то через месяц пришла идея первого своего в жизни урока в школе он был построен по статье резни каверия по анализ языка муравьер методами теории информации смысл очень простой оказалось что муравей передают информацию во время время передачи информации пропорционально величине информации по кармагору ну то есть это длина самого короткого описания детям было рассказывать сюжет вот муравьи значит стоят рядом с разведчиком затрагиваются друг до друга осиками а потом идут к пище по решетке для того чтобы оценить сложность траектории решетка на поплавках дети тоже сказали так они идут же за разведчиком за ним правильная гипотеза но разведчика пинцетом экспериментаторы убрали а тогда они идут по похучему следу но квалифицированная публика в 90-е годы это все было серьезно еще да но решетку поменяли похучего следа уже не было а говорят они тогда просто фуражеры шли на запах пищи хорошая идея но пищи уже не когда они говорят а случайно попали ах так ну тогда давайте оценим сколько разных путей ведет в эту точку ну конечно сессии сетка была треугольная какой-то момент значит круто момент дети один из детей сказал а давайте не будем считать скучно путей ведет посложим вот эти числа которые были чуть чуть выше рядышком ну как вы знаете это и есть главный сюжет в треугольнике паскаля для биномиальных коэффициентов я конечно шел пританцовывая домой потому что главное произошло при этом конечно надо было научиться передавать информацию также как муравьи отрагиваясь левой правой рукой там же развилки были двойные значит бинарное дерево и вот они научились описывать пути потом выяснилось что ну конечно мы стали использовать на решетку координатная плоскость почти появилась но так не было отрицательных чисел то репер было четырех влево вправо вверх вниз но дальше пошли повороты плоскости сначала можно было просто нарисовать траекторию а потом написать ее описать ее без опоры на рисунок очень красивые моменты возникли оказалось что от перестановки мест слагаемых путь то конечно меняется но итоговое перемещение не меняется а восьмом уроке было нечто похожее на решение уравнение векторной форме ну связано с уровня это все извините отвлекся но про детский сад я не удержался просто то есть про начальную школу вот во втором классе тоже были какие-то отдельные моменты ну в частности не не заметил что дети складывая значит многозначные числа с одной стороны удачно это делали а с другой стороны очень мило ошибались тогда появилась идея задачами попадая где-то в границу между тем что они знают и чего они не знают слепым образом естественно раскачать это дело ну вот и был некий диктант я не стану о нем говорить а на втором уроке 20-минутная контрольная работа когда им нужно было на складывать различные числа иногда это было очень просто 10 плюс 1 иногда гораздо сложнее оказалось что в первых задачах они ошибались еще достаточно много последних не ошибались научились в процессе решения задачи там было 36 вот последняя задачи люди без ошибок учительница сказала что до конца начальной школы они уже больше не не путались физичной форме записи числа то есть иногда можно сократить разъяснения опираясь на их возможности весьма существенно это не значит что не надо учить основательно ну все-таки это возможность тоже есть для закрепления этих их представлений на одном из уроков они должны были посчитать количество песчинок которые поместятся в кубе со стороной один метр каркас из проволоки песок на листике линейка учительность тепло приходил этот урок было очень весело то что они там посчитали было конечно грубой оценкой но все-таки участвует в итоге учительница стала вести во втором классе занятие по учебникам третьего класса но вот это все присказка а сказка брачная заключалась потому что в середине года учительница позвонила и попросила прийти в класс говорит не знаю что с ними случилось они вдруг разом поглупели имея целый запас целый год в виде запаса времени поглупеть но вы очень странно не знаю удалось ли бы понять чем там дело научились попросила провести урок по их учебнику чей учебник что же учебник я совсем не обратил внимание да это было неважно важно было другое задачи были такого типа на полке 5 книг оля поставила еще 2 эти снял 3 сколько книг на полке и в таком духе весь учебник в конце правда чуть чуть сложнее а чуть чуть сложнее у кошки было девять грибов внучка нашла еще шесть а бабушка 7 выбросила потому что они были червивые но как мы можем заметить здесь вся сложность была в переходе через десяток но как можно толковым детям не выработать шаблон для решения таких пустяковых задач а как только ты переходишь на шаблоны какие-то вот и бездомное решение то конечно не поглупить невозможно поэтому в качестве противодействия я нарушил нарушил просьбу учителя уже на ступеньках школы решил что все-таки ученые степень по математике есть статья журнале успехи математических наук тоже почему я должен идти поэтому учебник ну и дальше покатилась раз прекрасном домике жили были гномики в домике было два этажа на каждом этаже по 2 квартиры в каждом квартире 2 комнаты в каждой комнате 2 гномика у каждого из них по 2 сертука в каждом сертуке по 2 кармана в каждом кармане по 2 косточки я бы я тянул это условие специально чтобы они наконец-то опустили руки лес рук все готовы отвечать некий дима чуть из парты не выводился вперед так просил чтобы вызвали я говорю но отвечай руку держит и говорит но вы еще не закончили условия рассказывать как закончите так отвечу это означает что они давно для себя поняли что думать на задачами не понадобится пока встаешь как раз и и решишь 20 минут они да ну потом надо было гномики высадили косточки извините за такой тип хоп в землю из каждой косточки выросли по два стебелька потом два цветочка две ягодки осенью косточки значит гномики собрали все свои косточки постепенно все ягодки постепенно их съели не проглотим ни одной косточки ну и вопрос о том сколько будет косточек варианты решения восемь нужное управление но совсем не восемь шестнадцать теплее а потом девятнадцать двадцать три двадцать девять вся доска была этими ответами поселена только на двадцатой минуте наконец-то появился вопрос а сколько же не косточек было в карман но потом покатилась потом понадобилось научиться умножать потом возникла запись степень числа поскольку запись была длинной на дом было задание найти что больше 3 8 степени или два в десятой степени в таком духе еще два занятия но на втором занятии то же самое только джо было по десять этажей комнат и тогда надо было еще выяснить сколько понадобится вагонов чтобы перевести эти косточки и третье занятие задача о гусенице ползущей по дереву из книжки игнатьева наугад без всякого смысла не имея ни представления каких-то методиках просто было делать понять как они будут сражаться с неизвестным неизвестно для них это задачей справились и покатились впоследствии во первых они вернулись к осмысленному изучению тематики следующий раз окне пришел через 15 месяцев кто по просьбе значит представителя облано и там они быстро вспомнили эту задачу а потом была попытка оценить сколько же появится сколько зерен пшеничные будет на последней клетке шапки доски но известное значит условия изобретателя который сказал да мне особо ничего не надо вот на одну клетку одно зернышко на другое два потом четыре ну дети как-то быстро сообразили что-то в 263 степени поскольку там была гостья которые все это не нравилось я не стал вмешиваться ветер быстро придумали что надо шесть раз перемножить 20 вот я подумала на это два в третий пропустим но нет рука поднята и одна девочка говорит а еще нужно умножить на два в третьей степени то есть на 8 но понимаете когда стали делать эту оценку конечно очень грубо но понадобился радиус земли и длина экватора и вычислять сколько раз поезд должен пойти этот самый экватор все было очень очень неплохо все больше у них не было 25 отличников на директ контрольной за начальную школу из 30 вот неожиданный результат но это еще не все учительница вскоре сказала что они стали писать иначе сочинению подписали однотипное сочинение но вот они обсуждают что делать и она часто на доме давала приносит одинаковое сочинение теперь они жарко спорили о том что их идея лучше и приносили 30 разных сочинений но и это еще не важно важно другое они перестали уставать как и через сказала они и на четвертыми на пятыми на шестом уроке отзывались на интересное задание чего раньше никогда не было уставали здесь уместно вспомнить книжка ваттенберга и бондаренко мозг обучения здоровья один из них доктор медицинских наук возможно это ротенберг я не посмотрел у него классификация одни люди шустрики другие мямлики шутрики реже болеют быстрее выздоравливать мямлики чаще болеют и дольше выздоравливают характерный момент отличаются они уровнем поисковой активности и вот мы получаем узкий коридор все-таки он существует он не схлопнулся если мы поисковую активность увеличим тем или иным способом то получим шустриков а им программа окажется в этом смысл задержки учебного процесса ради восстановления поисковой активности вот здесь хочется прокомментировать сам факт само влияние к личной ситуации если бы это было не так если бы они разом не поглупили придумать способ элементарный способ справиться этой ситуации наверное было бы трудно но здесь на выручку приходят слова соколянского который вместе вместе с мещеряковым реализовали программу обучение слепо глухонемых детей он в одном месте выспался легче всего обучать слепо глухонемых детей труднее глухих еще труднее слепых уже совсем трудно обычных нормальных по мнению причина такого положения дела заключается в том что нормального ребенка невозможно полностью расценить многообразные факторы под влиянием которых складывается психика невозможно представить и софиксировать их действий в то время как в случае слепо глухонемых детей все приводные ремни техники ребенка находятся в руках педагога ну хотя бы два слова об этом надо сказать выясняется что если ребенок лежит кровати но у него такие слабые связи с внешним миром что дарного животного быть он не может без помощи взрослых а если помощь взрослых будет неудачной то и и она ничего не даст окажется нужно чтобы в комнате было немножко прохладно но конечно есть одеяло но тогда ребенку нужно искать защиту то есть но как справиться этой проблемы находит одеяло и таким образом понемножку раскачивается это самая поисковая активность затем голод не тетка ребенку хочется есть и тогда ну кормить его соска потому что родители как правило 5 таких детей но в другой раз соску на сантиметра двух запах есть надо потянуться потом соска чуть дальше потом между лицом ребенка и соской является какой-то предмет для того чтобы потянуться к этой самой соске нужно осваивать предметы окружающего мира можно подумать что это как бы очень далеко еще от того что нужно было бы человеку для нормальной жизни но четыре выпускника этой школы загорская школа интерната для слепо глухонимых детей четыре выпускника поступили на психологическое факультет мгл саша суворов стал сначала кандидатом потом доктором психологических наук я видел однажды по телевизору его выступление ему конечно вопросы перед большой аудиторией ему вопросы выступивали азбукой морзы на ладони на руке а он в микрофон отвечал мало того что разумно но еще и голосом я у николая николаевича нечарева ученика гриперина доктора психологической наук академии российской академии образования спросил я знал что он был в совете по защите докторской инсертации этого самого саши суворова как это могло быть сформировано он говорит тонкая методика рука во рту ученика рука ученика во рту у учителя ну вот значит какие-то намеки отсюда получаем кризисная ситуация это ужасно но что-то в них все-таки получается бесконечно мерная бесконечно факторные образовательные процессы в этом случае становится некотором смысле конечномерными и легче сориентироваться вот в конце концов из этого уже можно вырисовываться простой рецепт корректирующий обучение пченикам нужно дать пищу для ума ну чтобы поисковую активность развить время подумать журнал с отметками хотя бы на время нужно брать в сторону и в связи с этим несколько микроэпизодов но теперь уже не надо о них рассказывать долго одна студентка зоочного отделения подошла за тему курсовой работы но сказала через 15 минут и на домовом вокзал приедет нескоро видел я первый раз меня тоже что пришлось значит выплескивать какую-то простенькую идею и она выделила так говорю вам будете вы работаете в школе да в параллельных классах или нет в параллельных том классе где все лучше как вели так и ведете не знаю как было вот а в том который послабее говорю минут за 10 до конца уроков некоторых уроков математики предлагайте детям задачи положенного уровня трудности но с таким условием тому кто решит и все хорошо основательно объяснит ставите сразу пятерку дневник если еще двое успеет за то время независимо решить им тоже но и это самое главное никаких реплик никаких замечаний даже реплик типа оля петь я на вас рассчитывал а вы не справились а я вот никаких а есть там небо ну и сам то я подумал успел что хотя бы пару человек начнут переживая успех решение таких задач начнут относиться к урокам математики иначе от них какая-то волна пойдет во все стороны ну как то так если идея оказалась окажется удачной всегда ошибаешься оказалось что 40 процентов детей в этом классе отличились при решении этих задач в том числе девочка которая была тоже были проблемы с нервами стекла на подолгу лечилась в больнице врачи запретили давать и какие-либо задания дома или на контрольной вообще чтобы не вызывали опасения что это даст импульс к обострению но она тоже отличилась пришли такие задач и учитель стал давать задачи проще потом посложнее вывел на хорошую отметку все потихоньку забыли про справки которые были даны раньше через год это студент появил так мало вот так что не имени не фамилии но еще одна год так поработала и сказала что этот класс которым она проводила эти занятия стена прогрессировал вот программа усложнялась они как мурашек этот старта царапались по этой программе или справлялись а второй класс который поначалу был лучше падал 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 упал на такое дно что его я фактически погубила могла спасти тем же средствами легко посчитать что если минут по 10 два раза в неделю то за год наберется примерно 800 минут или 13 часов 13 часов дать время подумать и такие результаты но наверное стоит но еще данный пример напоминает что при проведении корректирующих мероприятий нету для них времени но хотя бы в конце урока на маленьком отрезке можно это организовать можно но здесь очень важно как организован текущий контроль ну точнее он с одной стороны безотметочные с другой стороны тут есть премия чем все понятно я думаю ну еще один пример средней школы одной студентке и она еще училась но ей разрешили вести уроки математики в школе уже на старших курсах вот заучного отделения она активно пыталась разобраться в теории развивающего учения ходила в детский сад на занятия то есть готовилась быть прелестным учителем приезжает в начале сентября почти со слезами говорит мне дали такой класс что я там ничего не смогу сделать а именно отбирали учеников в лицейские гимназические классы с классы с уклонами просто хорошестов просто троечников но где-то остались дети которых никуда не взяли их собрали в один класс далее я говорю ну доведете этот конечно это было лихо с моей стороны но я и говорю доведете этих детей до уровня гимназического класса вот неплохая дипломная работа только вы не забудьте провести контрольную работу в начале чтобы понимать с чего вы стартовали вот она провела в беларуси фестивальная система еще можно было оставить средний балл по контрольной единице разброс отметок 0 1 2 что про этих детей говорили другие учителя в присутствии детей сами дети себе и родители я уже из из-за того чтобы не повторять злые эти высказывания промолчил но хуже наверно не бывает а теперь а что же стало происходить через полтора месяца один из учеников стал говорить татьяна владимировна дайте мне какую-то задачу то мне скучно как же тебе скучно мы же начали новую тему новую главу там много задач бери любую татьяна владимировна и все эти задачи уже дома решил ладно в дополнение в дополнение главе тоже много задачи бери любую татьяна владимировна и эти задачи тоже уже дома решил ну ладно говорит нашла столе сборная задачи давали ну чтобы было не скучно еще через месяц специально уточнил что это другой ребенок значит она рассказывает новую тему доске обглядывая в класс все пишут за ней сказ а на день не пишет ручка по тетрадке будет ничего не пишет походит ты почему не пишешь а я татьяна владимировна все уже написал дома как же ты мог написать я же только сейчас рассказываю новым терял а я татьяна владимировна подумал что предыдущий материал мы хорошо вы забрали и значит будет новая тема вот взял и написал на ему говорит написал тогда отдыхаем или решать задачи следующую фразу и специально заучивал чтобы не потерять провокон и говорит нет татьяна владимировна я пытаюсь понять верно ли выделил главные моменты в новой теме поэтому сравнивают то что вы рассказываете с тем что я написал вас половина месяца от начала этого ужаса который был у них ну конечно метод зачета вот какая тайна об этом останется времени хоть чуть-чуть я расскажу отдельно но еще один прием который она придумала знаю что надо давать трудные задачи потому что без этого не будет развитие мышления и поисковой активности а значит ничего вообще не будет она придумала такую формулу говорит приходите в субботу решать трудные задачи но без журнала почему в субботу потому что на уроках времени то нет программа же а в субботу можно трудные задачи объемы сразу журнала не будет значит никакого опасения два человека пришли им понравилось следующий раз пришли 10 человек им понравилось следующий раз пришли в субботу значит весь класс кроме одного не смог по семейным средствам сильно огорчался им тоже понравилось вот так пустяками как бы но в рамках той схемы который сейчас идет речь вот в работах монтессори выгодского других галтерина все это может работать ну кажется я еще не исчерпал мне надо обязательно рассказать еще две важные вещи но этот пример для меня тоже очень показателем некая студентка самого хорошего работу в физическом методах обучения и говорю раз вы такой толковый человек так давайте чем-то серьезным займемся вы уже преподаете да преподаю успешно нет не успешно уже 20 по провела 5 6 5 6 класс кроме двоек ставить нечего тройки ставлю только за ставила только за особое старание но не за содержание ну тогда прочитайте книжку патриартига перина название метода обучения уст на развитие ребенка конечно метод потапного формирования все такое ну а примеры которые он привел касались начальной школы обучение письмо букв и обучение детей первым числа натурального ряда и архметическим действием над ними игры вот по такой же схеме действуйте и при введении в пятом классе понятие дроби как именно вот все это ничего не обсуждалось правда еще показал некоторые упражнения свои в компьютере тогда были в кафедральном компьютере она почитала будет я пыталась в эту сторону идти мне не хватало веры попробую еще раз исчезла до середины до середины марта приезжает ну как дела все хорошо в чем именно это выражается в первом марта говорит все дети успешно освоили годовую программу тематики долгое выпрашиваю вы спрашивал за счет чего это получилось что случилось такое то совсем ничего тут полный успех троечка только по пятибалльно было у одного ребенка она была заторможена вылет все уже правильно делать нам медленно поэтому тройку ставим на четверку или с пятерки что ж такое то ну то что она сказала меня слегка и напугала потому что если бы вскрылась то то ее бы удалили школы может быть навсегда первый урок на понятие дровы по программе тогда был всего один урок она была три месяца что такое доля что-то по чай что такое дровь принципе ничего необычного истинное задание в книжку арифметика 5 никольского потап решить на повышевке но так там основательно вводится это понятие это нормально ну а ей пришлось это делать вопреки всем правилам и три месяца она боролась за то чтобы дети писала либо журнал значит избегала проверок в общем держалась за идею которая была ведущей научить детей разобраться очень разобраться в этом понятии спустя три месяца дети стали у меня спрашивать светлана григорьевна что он нам понемножку так много материал рассказать что там дальше запланировано мы все на следующие три месяца годовую программу они прошли вполне успешно говорит пока преддипломная практика там всеклассник идет урок и наверное много напортачек ничего за день урок сентября мы все исправим исправить можно с такими детьми это да но теперь теперь я должен спросить алексея владиславовича сколько времени я еще могу вести свои речи спасибо но теперь про высшую школу однажды я рассказываю только те моменты которые самому что-то проясняли при том что результат получался не благодаря конструированию проектированию а как бы случайно ну вот спасибо за эти случаи значит математическом факультете морского университета однажды была введена инженерная специальность она была связана с программированием но все-таки это была инженерная специальность аккурат от этой специальности друзья попросил ввести курс математического анализа и сказал но это на его совести я хочу чтобы они были подготовлены как будто это студенты мфте ну ладно смелость города берет кое-что получилось в том числе благодаря стажировки на уже не квалификации на мехмате мгл виктор антонович в одном из выступлений перед слушателями сказал но рассказал как он проводит колокол на материалы этих самых колокол подарил слушателям вот и было подготовлено пособие в котором значит были очень нас три линии первый уровень 2 3 1 уровень до допуску к экзамену они не выполнил задание допуска нет уровень позволял получить хорошую отметку а третий уровень вот на нем как раз задачи которые предложил виктор антонович были как раз представлены в немалом количестве вот те кто этот уровень прошел да еще сдал на отлично 2 колокола мог претендовать на отличную отметку но даже практически без билетов уже хотя все равно надо говорить но это отдельный эпизод студенты конечно выбирали третий уровень не справлялись опускались на 2 исправлялись опускали на 1 а там уже хочешь не хочешь надо справиться но в итоге потом опять возвращались ко второму а потом опять к третьему что я с удивлением обнаружил они же не знали что это весьма непростые задачи и решали их так что уровень подготовки в этой группе был неплохой но когда был четвертый семестр и тема уже была теряем комплексно-переменного вдруг оказалось это был некий шок что на все лет всего лекция было 6 ну понятно что минимальный уровень до который надо довести этот курс ну хотя бы до применения теории вычисления интегралов ничего там поблизости такого практически значимых для студентов не видно а ступенек то больше 35 лекций на специальности математика тут всего 66 раз меньше ну что делать же стипуляция перед доспой уговоры что надо все-таки математику изучать с доказательствами с обоснованиями потому что все остальное плохо минут то есть не минута дней за 10 до окончания до до экзамена студенты в коридоре окружили говорят а как нам сдавать экзамен как готовиться то я чистосердечно признал что понятия не имею но предложил им такой вариант дело в том что если программа сделать более-менее приличной но так многие не справятся и виноваты они в этом не будут а если сделать попроще программу так те кто может учиться и пришел учиться в университете они в техникуме вот потеряют много и поэтому я решил сделать простую вещь думал подготовить их данном курсе не получится но хотя бы надо их подтолкнуть к тому чтобы они научились читать учебники по этому курсу а когда понадобится даже если после окончания университета они они откроют книжку прочитают дальше поэтому я не говорю каждый приготовьте свою программу свой список вопросов к экзамену какие-то теоремы обязательно нужно было включить они известны очевидны вот в данном курсе а все остальное говорю что хотите только одно условие включить ту или иную теорему вопрос можно только в том случае свой список если теорема освоили на отлично случайным образом я выбор один из вопросов в вашей программе если ответить она отлично все вопросы засчитываются вам отметка будет выставлена за объем того чем вы ставите ну собственно я уже сказал смысл был в том чтобы они научились читать учебники в этом случае тоже произошло неожиданное совершенно для меня дело я думал что никогда-нибудь смогут освоить этот курс когда понадобится они его к экзамену освоили но думал пять шесть теряем ну семь а нет меньше 15 не было было и 20 и 30 и 40 и 50 в предельном случае это было 78 вопросов но фактически это было больше чем на специальности математика такому же экзамену оказывается они взяли конспекты у студентов специальности математика их тоже стали изучать и в чем тут фокус удивительные вполне ну то есть абсолютно удивительно для меня я пытался понять как это могло произойти за короткое время но конечно их базовая подготовка все-таки была неплохой как я уже об этом сказал но после шести лекции ну и размышления привели к тому что некий аналог я нашел как раз статья калмогорова петровского песку нового исследования уровне диффузии соединенным количеством количество вещества его применения к одной биологической задачи собственно теорию горения азик исакович вольпер построил отталкивать именно вот это этой работы и всего при принтер но это личная деталь он когда-то пригласил переехать черноголовка этим заниматься я пытался разобраться не скажу что удачно но какие-то представления возникли и вот что же здесь оказалось близким если студент разобрал это теорему ведь он ждет встречных вопросов ведь он отлично сдать его можно только если ответишь на дополнительные вопросы которые могут касаться любого элемента а значит надо все элементы доказательства анализировать проследить за всеми связями то есть получаем что доказательство рассыпается во много мелких элементов которые способны тот же соединяться с другими элементами то что теория горения является называется свободными радикалами когда начинается изучение соседней теоремы то многие элементы из этого доказательства можно использовать там и теорема быстро становится более менее понятной но включить ее в программу можно только если ты доведешь ее до отличного уровня осмысления а значит опять работа с деталями и тогда количество этих самых свободных элементов активных растет тогда можно говорить ровно о том о чем синергетики идет речь свободные радикалы ускоряют химическую реакцию появляться еще больше свободных радикалов тогда образуется положительная обратная связь и процесс идет значит и влечет за собой как-то называется красиво стремительно ускорение процессов ну понятно что это эвристическое объяснение там метафора объяснительно такая но мне она кажется важно мало того я много раз смотрел что ровно в этом деле перепад на границе между освоенными еще не освоенным должен быть контрастным когда здесь концентрируется положительная концепция высокая самооценка там формируются значит какие-то новые притязания а рядом новый материал но так как он рядышком с тем хорошо хорошо освоено то много отсюда можно использовать здесь и поэтому какие-то возможности все-таки присутствуют вот теперь вот про турниры собственно я собирался именно них и поговорить еще с первых появление на вашем семинаре потому что про олимпиады разговор идет часто и очень основательно но в них есть 1 1 3 место все-таки они ориентированы на поиск лучших а потом лучших из лучших конечно те кто участвуют и не победил тоже имеют массу пользы но все-таки это не всех захватывает а что-то надо делать и с теми кто не успешен конечно идея родившиеся в 77 году давно при первом значит первый год работаю после аспирантурной сути математики вот был курс обыкновения дефицитальных уравнений студенты как-то достаточно быстро вышли на хороший уровень и перемалывали новые темы достаточно энергично но как мне показалось не знаю почему что их активность стала снижаться в плане обоснований детализации аргументов там и все такое мне показалось что скоро они перейдут в режим формальное изучение материала и спад уже будет существенный и придется что-то делать упреждая эту возможную неприятность я вместе с лектором профессором Владимиром Ивановичем Мироненко придумали следующую схему проведения индивидуальных командных турниров корректирующей направленности между прочим значит смысл очень простой заранее выделяем значит обеим командам даем 30 задач среди этих 30 задач есть и те которые достаточно простые и рассматривались на занятиях то есть здесь вопрос о том уникальных каких-то возможностях мыслительных речи не идет но условия выяснили такое каждый участник сильный слабый неважно должен обязательно разобрать решение трех задач и эти условия он может дать своему сопернику они друг против друга сражаются индивидуально все баллы которые заработают в копилку в этом смысле ты можешь победить даже ничего не решил в этом смысле психологическая атмосфера не слишком напряженная вот менее напряженной чем могла бы быть когда ты в одиночку сражаешься соперником во вторых конечно здесь предполагается какая стратегия для того чтобы не проиграть как минимум надо все эти три задачи все-таки разобрать время позволяет можно коллективно значит изучать решение этих задач и тогда в спорах индивидуальных акцент перекатывается не с того умеешь ли ты решить данную задачу а насколько точно ты свое решение обоснуешь на сражение шло по по вопросу качество освоения все то же самое конечно для части студентов подготовил обычную стандартную олимпиаду заранее условия не были известны вот но по узкой теме то есть тематическая тематический турнир узкая тема ставка на то чтобы в этой теме дошли до донышка чтобы там никаких вопросов не осталось а если еще проводить турниры по круговой системе то уже со второго этапа но в данной теме ни у кого никаких вопросов не остается ну это к слову конечно еще разминка конечно еще о конкурс капитанов когда на двух досках одна и та же задача кто раньше решил кто ты молодец все баллы туда ну вот такая история в курсе математического анализа лет через десять некие коллега вел занятия предложили ему провести турнир и вот что оказалось он вел семинары с ассистентами вел колокриумы консультации со студентами активно себя вел но результат результаты на экзаменах два цикла были абсолютно разные тут высокий а там низкий на вопрос на кафедре а почему такая разница он говорит в одном случае провели турнир а в другом не проводили но может быть это можно отнести к некоему спусковому курючку или запалу зажгли поисковую активность перестроили учебную деятельность ну вот дальше последствия ну и теперь конечно потом был разговор откуда идея и все такое как бы это ни не было грустно оказалось что идея давно известна это турнир знаменитый между фиорой тартали в 1535 году главные моменты турнира организованного были оттуда очевидно при изучении курса алгебры вектор наверное рассказал об этом турнире он был благополучно забыт а потом всплыл в памяти совершенно неожиданным образом так что никакого авторства здесь нету но зато есть возможность рассказать как этот же самый турнир был использован впоследствии например при руководстве педагогической практикой студент один из двух стал очень формально вести урок я выразил свое возмущение потому что некоторые вещи ученики могли придумать сами он не дал им времени даже подумать учительница стала на защиту говорит ну времени это теперь мало отводится на программу а программа та же самая поэтому говорит тут никак иначе нельзя я говорю ему турнир например можно провести и вот турнировал опять же третья задач и попросил их не проводить без меня пока не появлюсь командировка была оказалось действительно все приготовились но никто к барьеру не идет пришлось вести такие дополнительные разговоры ты почему не даешь задач а он не берет как не дает пойдем-ка стол в угол стулья садят рядом обменяли задачами решают всех так и рассадил трудно было остановить этот процесс они все еще пытались решать задачи ну и так далее учительца химии говорит никогда такого не видела буду тоже проводить а теперь несколько штрихов буквально несколько во время подготовки к турниру другой практикант полковый Александр Николаевич Струк значит он активизировал свою команду чтобы они готовились они были слабее по уровню подготовки другого класса ну решили их победить значит стали готовиться коллективно класс где они собрались летает один из учеников говорит я нашел такую задачу они не решат а это задача по этой теме да по этой теме так из-за их 30 нет ни из этих 30 так нельзя же Ермаков-то не разрешил они он говорит жалко они бы не решили значит еще один эпизод урок идет практикант дает одну задачу вторую, третью, пятнадцатую все дети быстро это все решают по данной же теме затем говорит откройте учебники мы решили задачи с номера такого по номер такой все задачи со звездочкой понятно что это условность учительница мне потом говорила больше трех четырех задач за урок таких задач дети не решали в этом классе а тут 15 вот после задачи после турнира тоже эпизод многозначительный класс математический а это как раз класс победителей пришли записываться два очень слабых слабых тематики девятиклассника в середине учебного года учительница спрашивает зачем почему вы этого хотите они говорят а мы знаем что в этом классе проводят математические турниры и за их помощью можно выучить математику мы хотим выучить математику но как потом выяснилось Александр Николаевич стал работать в школе проводил турниры потом дальше дальше прогрессировал ну в итоге в итоге значит его команда на городских областных республиканских олимпиадах стала занимать много призовых мест в итоге по городу висели не так давно билборды на которых была фотография и слова учитель математики Александр Николаевич Строг импульс в эту сторону дал тот турнир а а дальше свобода творчества увидеть как работает вот эта самая поисковая активность если ее разбудить ну и еще так это я сказал так это тоже однажды студентка исчезла пятый курс на консультацию не приходила в середине декабря выяснилось что она уже работает в школе попросили заменить учителя индивидуальная программа все такое тему дипломной работы ее поменяли вместо индекса эллиптических операторов разговор пошел о частных методиках но спрашиваю какие там успехи у детей никаких двойки в пятом шестом восьмом классе у всех вот пыталась три месяца бороться ничего не получилось ну тогда математические турниры во внеучебное время почему во внеучебное понятно и надо же выйти на тот уровень есть тонкость в том что уровень успех не успех не найдешь где-то такую задачу подобрать дети сами ее подбирают стремясь увеличить эту границу ну вот если коротко турнир она стала проводить через полтора месяца дети стали просить Татьяна Владимировна давайте мы будем соревноваться прямо на уроках ну к этому сроку они уже что-то освоили что-то страхи ушли перед журналом она по каждой теме в каждом классе провела все виды соревнований те что я предложила те что нашла сама все сама придумала в общем через три с половиной месяца двоек исчезли во всех этих классах троек по пятибалльной было в НАВА в основном четверки пятерки даже появились говорит я теперь могу идти работать в любую школу я знаю что мне делать правда когда написала дипломную работу то еще огромную часть посвятила анализа того что делали другие учителя при решении таких проблем говорю зачем вы это делали у вас свой материал выше крыши а тут еще это мне просто хотелось понять как другие учителя справлялись с похожими проблемами так ну учитывая что я таким образом не смогу услышать вопросов и комментариев но я еще хочу вот о чем поговорить некоторые общие вопросы ну две статьи статья которую написал Кричевец и статья под Колзин какие-то комментарии первая статья упомянута под Колзином компьютерная программа решающая конкурсные задачи по алгебре и тригонометрии Кричевец обратил внимание на удивительный момент протоколы решения задачи машины среднего битуриента совпадают но битуриент не может действовать по алгоритму под Колзином так как в программе для одной алгебры 500 прием следовательно минимально способный битуриент в некоторой пусть небольшой степени гаусс он учится изобретать приемы а не применять их попытка посмотреть на работы под Колзином привела к еще более изумительному результату вот реплика еще была под влиянием индустрии подготовки к вступительным экзаменам усвоение приема вышло на первый план и вытеснило развитие гауссовой сообразительности справляясь с конкурсными экзаменами битуриенты оказываются не способны к математической деятельности гонку с машиной по формальному усвоению готовых шаблонов человек выиграть не может и вот здесь то что я увидел в работе под Колзином он написал что в результате проработки 9000 задач из разных разделов математики была создана база приемов решательных задач насчитывающая около 25000 приемов при всей ценности этого достижения системы образования одно оно остается в стороне вот решение проблемы развития мышления учащихся таким образом перескакивая через другие аргументы сделала промежуточное заключение приезжение задач развития мышления учащегося успеха неудачи самого педагога отделены очень тонкой гранью потому что там есть зона неопределенности и попасть на эту грань очень трудно поэтому хотя бы иногда учащимся нужно давать задачи далеко от стоящей и от их области актуального развития и от зоны ближайшего развития иначе говоря педагогу нужно отважиться вместе с учащимся шагнуть в тот хаос и неопределенность из-за которой антиэнтропийная направленность интеллекта даже если она находится в угнетенном или в зародышевом состоянии действительно понадобится обоим в результате применения начнет усиливаться и еще я хотел бы отметить такую последовательность фрагментов из теории Даниила Борисовича Ильконина по поводу учебной деятельности он написал в его книжку я возьму оттуда только микроскопические цитаты он называл учебную ту деятельность ученика которая влечет за собой личностные изменения дальше пропускаем много-много-много читаем следующую фразу что главным элементом учебной деятельности является учебная задача немножко лучше потому что хотя бы какая-то локализация про эту учебную деятельность все-таки возникает ну а что же такое учебная задача по его словам учебная является та задача которая влечет за собой личностные изменения ну вот и приехали опять ничего не ясно но зато можно заглянуть в дидактический принцип обучения высокого нетрудности из методической системы замкового развивающего обучения конечно загадки остаются и в реализации этого принципа но Александр Григорьевич Асмолов некую интерпретацию этого принципа предложил он сказал что все конечно касается уровня притязаний а для того чтобы задача на этот уровень притязаний повлияла она должна находиться на грани успеха не успеха очень хорошо понятно что если задача где-то на грани возможности ученика а он ее решил то конечно же уровень самооценки возрастет тихонько пропускается анализ ситуации если не решить ветерина на грани конечно у замкового есть тезис о том что нужно соблюдать меру трудности а до этого надо специально использовать специальные учебники и подготовку учителей проблема только в том что никакой учебник не может учесть все перипетии учебного процесса и проблемы и процесса решения задачи значит поможет слабо а что касается подготовки учителей так и учителей та же проблема пойди попади на эту грань конечно можно двигаться поэтапно даешь одну задачу другую третью проблема только в том что пока ученики решают эти задачи так их граница возможности тоже подвигается и здесь мы можем сослаться на книжку Жака Адамара исследование психологии процесса обретения в области математики где он описывал и процесс мышления и загадки связанные с этим вот это означает что все вот это острие поиска упирается в бездну неопределенности и хочется здесь сравнить подчеркивая что это именно бездна неопределенности место близкое ну может далекое как раз но тем не менее Валерий Рубанов и Дмитрий Гальцев говоря о суперстронах отметили что от достигнутого масштаба 10 в минус 17 степени сантиметра теперь нужно перейти к масштабу 10 в минус 33 степени гигантская бездна преодолеть которую неизвестно как но при этом единую теорию поля иначе построить не удастся уже эти самые гравитоны оказываются настолько малы вот ну вот важно отметить что несмотря на эти все бездные неопределенности новый пастеризир в обоих областях знания находится именно здесь поэтому так или иначе придется в эту сторону идти идут ли в эту сторону люди конечно вот Выгодский Лев Семенович написал вопрос об отношении обучения и развития ребенка в школьном возрасте представляет собой самый центральный самый вопрос но тут же добавил что этот вопрос является самым темным и невыясним и всех основных понятий что получилось что центр педагогической психологии Выгодский поставил самый невыясненный вопрос ну потому что именно там резервы а его гениальность в том и заключается что поставил задачу точно ну здесь я предполагал опять же ну до окончания семинара уменьшается количество комментариев которые для меня были бы очень ценные но я еще отмечу ситуацию с Николаем Николаевичем Голзиным но как всем хорошо известно древо Лузина на них мать висит втором десятилетии в течение семи лет выгодился приятных будущих исследователей присутствием они хорошо известны и все кроме Петровского являлись учениками Лузины Тихонеров написал в этих вещах статье ссылка на которую внизу ну а что тут еще важно отметить что в гимназии математика была в числе наименее любимых Лузиным предметов родители найдали репетитора а Лузин о нем писал он произвел сильнейшее впечатление тем что создал математику не как систему механического заучивания как систему рассуждения направляем живым воображением подчеркнул то что очевидно но все таки в контексте того о чем я пытаюсь говорить подчеркнул все таки что это было корректирующее вмешательство репетитора ситуации когда у Лузина математика не была любимым предметом а перестроил весьма удачно потому что его ученик увлекся математикой настолько что стал ее преподавать и писал эти великолепные слова денные ночные занимаются аксиомы выбора если бы знали какая-то замечательная вещь ну а сам а сам тоже ставил перед учениками проблем высочайшего уровня а для того чтобы это было не просто так поставил и забыл и к отчислению тем кому поставил была еще вузитами совместная распределенная деятельность вокруг трудных задач кажется все сводится примерно к одной и той же схеме и тут для сравнения еще отметим слова Давыдова Василия Васильевича который в Бакане сказал прихожу к выводу что московские порочные разработки работают только в руках тех учителей которыми учениками и учеными их разрабатывали печалить нам следовало не их а принципы их разработки но выводы простые фактически Давыдов сами сделал избыточное упорядочение учебного процесса не позволяет учесть неравномерный характер психического развития учащихся и неодородную структуру информационного пространства не позволяет делать остановки или даже возвращения к предыдущим материалу для восстановления стабильности этого процесса после неизбежных локальных сбоев вот и опять же для сравнения имеет место общий простолок теория сложности эволюция процветает на краю хаоса в ней доминирование ни хаоса ни порядка и здесь ну это уже завершение некое уже свободное творчество докладчика Юрий Михайлович Лотман написал что в ответ на попытки усилить упорядочение общественной жизни личность находит невероятные возможности для возвращения необходимой ей доли хаоса и непредсказуемости своего бытия по словам отсутствие свободы в действительности уравновешивается непредсказуемая свобода карточной игры и случайно отчаянные вспышки карточной игры неизбежно сопутствовали эпохам реакции так глухие зараты между врачей и тем что Пушкин назвал мистикой придворным придворное кривляни 1824 25 год с безудержным взрывом безудержной карточной игры так ну все эту тему и теперь несколько стрихов астахастических методов обучения из-за многогранной ситуации неопределенности методы обучения нацельны на развитие мышления следуют ввиду этой самой неопределенности считать астахастическими и открывать новую возможность так при проведении коррекции часто возникает стадия сверхбыстрого развития процесса ее поведение можно висеть наличием нелинейной положительной обратной связи поражаемой тем что успех устранения каждого нового элемента теория облегчает изучение следующих элементов есть глубокая аналогия с процессами горения в которых свободные радикалы реагируют с другими молекулами придет к увеличению числа свободных радикалов и к самому ускорящимся к процессу существует совпадение в условиях таких эффектов азик исакович вольфберт показал что выкат на волну по форме и по скорости нелинейных диффузионных процессах включая процессы горения в значительной мере определяется свойственной функции задающей начальное условие а именно любое начальное возмущение в виде перепада стремится к стационарному решению типа бегущей волны явно выраженный перепад на границе между тем что индивид уже усвоил и тем что он еще не усвоил дает такой же результат так как облегчается сознание процесса обучения и обеспечивает быстрый без затухания во времени перенос элементов из области усвоенного близко к ней область поэтому восстановленную самодеятельность индивида можно в дальнейшем поддерживать сохранением указанной конфигурации границы между областями усвоенного и неусвоенного ну пример уже был это курс ТФКП на инженерной специальности здесь мы приходим может быть к решающему итогу который явным образом сформулирован в синергетике теории самоорганизации сложных систем важна не сила воздействия а его топология вот на границе между освоенным и не освоенным удерживать такую именно топологию и можно получать неожиданные опять-таки случайные вероятностные явления ну тут я еще зафиксирую что расширение функций кучевого контроля обязательно и тогда некоторые препоны уничтожаются и можно содействовать адаптации первокурсников включения в вузе формировать самодеятельность студентов развивать методы развивать мышление учащихся ну и еще о Лебедеве который любил живую беседу со студентами Каспар Монш оказывается вокруг очень многое похоже ну и последняя фраза различных аспектов погружения в область неопределенность очень много отметим еще раз именно там и находится резерв для необходимой модернизации теории современного образования спасибо за внимание спасибо Владимир Григорьевич значит Владимир Григорьевич решил рассказать нам все что знает я же вроде бы в этом трус коллеги давайте задавайте вопросы но только не по всему тому что вы знаете а только потому что вот тут вопросы в письменном виде заданы я в это время же не видел чата поэтому во-первых Александр Моисеевич когда вы говорили про построение системы задач спрашиваю как ее построить во-вторых он попросил презентацию вашу так во-первых презентацию я пришлю но с одной просьбой оставить ее внутри сообщества потому что написана она по горячим следам буквально за два дня сегодня поэтому презентация которая заслуживает широкого распространения там должно быть 300 слайдов и так далее Владимир Григорьевич мы обычно действуем так вы присылайте мне презентацию и кому она нужна мне пишет и я ему как бы позабо посылаю я хочу отметить что большую развернутую презентацию я прислал это ссылка на монографию двухтонную поэтому то что не дорассказал ну ссылка на монографию это уже нечто тяжеловесное лучше бы ссылка на энциклопедию и тогда ее будет совершенно замечательно читать и опять все оставшиеся я не против конечно коллеги я говорил об этом не для того чтобы покрасоваться для того чтобы в ответ на встречные вопросы шагнуть дальше и того о чем мы все думаем и над чем продолжаем размышлять если можно я сразу вам по этому поводу одно пожелание скажу да пожалуйста на него сейчас отвечать не надо это так сказать пожелание может быть к следующему разу в следующем году вы рассказали очень много сюжетов и они несколько обременяют восприятие потому что вы не говорите о том вы говорите о том что вы делали но не говорите о том как вы думаете что стоит извините это вот ровно это я и опасался так это и произошло да вот потому что как бы ну понятно что можно придумать 10 придумок 15 придумок 20 15 20 придумок даже 100 придумок но из этого все равно не построишь курс математики нужно так сказать я вы извините но я буду втягивать вас в проблемы которые я сам занимаюсь проблем педагогического мышления значит вопрос о том какими средствами и как надо мыслить педагогический процесс для того чтобы вот такие придумки строить исходя из текущей ситуации не звать доктора Ермакова звонить товарищ Ермакова у меня дети плохо учатся что мне делать а чтобы вы могли человека научить как ему надо думать для того чтобы конкретной ситуации строить свое действие вот вопрос о средствах и способах использования эти средства педагогического мышления именно в процессе не кабинетного как бы я сижу и рассуждаю о педагогическом процессе а именно того который деятельностный вот если бы вы подумали и хотя бы что-то на эту тему смогли рассказать я был бы очень благодарен потому что это основная проблема которая у нас на самом деле нас если позволите маленькую реплику реплику вы настолько точно сформулировали вопрос в который все упирается что я на него неожиданным образом тоже вышел потому что одно дело существует решение а другое дело все-таки алгоритм его реализации а это как раз самое трудное так вот есть две статьи одна касающаяся того как в педагогическом системе педагогического образования это можно было бы добавить чтобы была такая готовность а самый главный ответ он тоже опубликован если будет интересно я пришлю эти статьи хотя они и в монографии тоже значит тут сразу несколько моментов то что я сказал о двух контурах если в голове сидит понимание того что задача корректирующего обучения является отдельной задачей которая не вписывается ни в какую технологию обучения потому что там все распределено и времени уже свободного для художества всякого нет иногда приходится останавливать учебный процесс для того чтобы решить задачу личностного развития как говорят медики по жизненным показаниям я все нарушил но просто потому что иначе никак но когда нарушил один раз другой третий вдруг оказалось что эффекты возникают весьма существенные они позволяют ускориться учебному процессу и навестать время потраченное значит здесь требуется вот этот модель это что ты остановился на три месяца остановил учебный процесс находишься под угрозой а дети потом быстро осваивают такого рода примеры сами по себе могут дать человеку повод подумать ах решение существует ну так я его сейчас поищу и сами примеры которых я пытался говорить они кого-то из учителей могут подвигнуть делам но это надо излагать как-то системно подробнее чтобы было а самый главный ответ все-таки не в этом смотрите владимир григорьевич здесь вы говорите фактически про два разных две разных вещи про два разных слоя одна это ну вот фактически то чем Александр Моисеев сейчас занимается с учителями это проблематизация их собственной деятельности да и выход в ситуацию развития то есть вот надо куда-то сдвинуть да это вот как бы я прекрасно понимаю это как раз вот в эту тему и заранее непонятно куда и заранее непонятно куда да а другой вопрос о том как обеспечить это развитие потому что меня еще вот попутно я должен сказать меня очень смутило что вы говорили про все про Ильконина про Давыдова про Замкова про всех вы не говорили только про понятие зоны ближайшего развития улубинского хотя именно в нем все сосредоточено значит зона ближайшего развития это то что ученик не может сделать сам но может сделать получив помощь здесь и момент трудности и момент успешности формулирован просто в одном флагоне и когда мы задаем трудную задачу здесь вот неважно ученику или учителю мы должны понимать какие средства ему нужны для того чтобы решить как он эти средства получит то ли ему дядя даст то ли он сам изобретет это другой вопрос это строится действительно ситуативно но мы должны понимать каких средств ему не хватает и какие средства ему необходимы для того чтобы сдвинуться и поэтому у меня вопрос как раз про то какие мыслительные средства педагогу нужны для того чтобы вот в этой проблемной ситуации когда он уже морально готов на развитие чтобы он мы понимали что и чего ему не хватает просто ситуация просто пример показать а вот какой я умный я могу это делать это не поможет потому что если вы позволите несколько реплик во первых если бы я об этом заговорил то надо было бы еще час-другой третий это а промолчал только по этой причине в 2000 году я написал книжку она неожиданно длинной трехтомная 778 страниц называется развивающее образование и функции текущего контроля волнуясь невероятно я подарил эту книжку Гите Львовне Выгодской и Елене Евгению Кравцовой они были здесь к сожалению их обеих уже нету это очень печально волнуясь невероятно потому что идея о зоне ближайшего развития пронизывала всю книжку когда меня пригласили в ноябре 2001 года на конференцию 18 ноября день рождения Выгодского меня пригласили в институт психологии развития имени Выгодского а Елена Евгеньевна была директором этого института она предоставляя слово для доклада сказала фразу которую бы сам я не произнес но она сказала так этот человек который о зоне ближайшего развития написал трехтонную монографию сказать что я ничего ничего на эту тему не делал ну не совсем так не сказали не сказали но я не сказал да ну опасаясь что этот вопрос тонкий опять же это вопрос тонкий поэтому и не сказал в запевном таком стартовом вообще-то я собираюсь участвовать в вашем семинаре и дальше поэтому поэтому надо было только хотя бы заслужить право продолжения участвовать в семинаре это правда я возвращаюсь к своей просьбе подумать да и в следующий раз рассказать о своих мыслительных средствах которые вам помогают генерировать такие решения обязательно но про поводу зоны ближайшего развития 2000 года прошло уже много лет и периодически к проблеме зоны ближайшего развития возвращался 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 и вот заканчиваю монографию которая приложена к докладу я написал целый очерк как раз о зоне ближайшего развития Выгодского и все-таки царапала мысль что ну чуть-чуть чуть-чуть остается недосказанным в его работах а именно тот самый момент что диагностировать зону ближайшего развития в принципе невозможно это я убедился уже давно а формировать ее можно но формировать вот не было у Выгодского у самого каких-то ключиков к этому и тут когда уже книжка была закончена еле-еле втиснул туда значит этот факт 17 ноября а это как раз вечер перед днем рождения Выгодского у нас есть педагогический колледж имени Выгодского и туда пригласили прочитать сделать пленарный доклад статья уже послана и перед докладом я удачно открываю книжку Выгодского на нужной странице а там написано нам важно реплика после какой-то конференции где он выступал по поводу роли научных понятий и читаю а там написано нам важно не то чем значит житейские представления ребенка связаны с научными понятиями а именно то чем они отличаются зону ближайшего развития надо формировать именно там где значит научные понятия потому что дальше детали я сейчас не припомню не хочется брать от имени Выгодского но смысл очень простой когда Вы находитесь рядом с областью актуального развития даете задачу ученик хочет не хочет но он начнет перебирать то что он учил раньше а добавку угадать трудно но когда задача находится далеко об этом я успел там желтым выделил это как раз и был мой ответ на эту еще необъятную тему если задача находится далеко и от зоны области актуального развития и от зоны ближайшего развития теоретически это хорошая позиция очень хорошая но формировать ее надо там где их нету тогда они беспомощны тогда можно по их репликам кстати тоже самое со студентами по их репликам неумелым высказыванием неудачным определением кривым вещам я наконец-то могу понять что мне делать я не могу заниматься развивающим обучением хотя трехтомную монографию об этом написал я могу заниматься только корректирующим обучением как раз в той ситуации когда они беспомощны я тоже но зато я могу понять куда направить вот только что от Аронова я услышал реплику неизвестно куда направлять потому что как говорит Гнечаев даже хромой верблюд оказывается впереди караван если караван поворачивается назад когда мы развиваем одно качество другие качества не развиваются и точно определить что сделать чтобы и когда вот эти вещи стали проясняться то я вдруг понял никогда я не занимался развивающим обучением хотя написал об этом массу текстов а занимался корректирующим обучением то есть теми ситуациями когда ученики по той или иной причине объективные например там они число не понимают тут они дроби не понимают там они не понимают начальное понятие топологии а пропедевти никакой нет и времени нет вот там где они беспомощны вот я им помогаю и оказывается что эффекты развивающего характера очевидные появляются но появляются они в результате корректирующего обучения поэтому своя позиция теперь такая зону ближайшего развития надо формировать не рядом с областью актуального развития а пооды поэтому нестандартные задачи трудные задачи приходите в субботу решить трудные задачи но без журналов слабаки они вообще ничего не могут они единичники по листебальной но тут ну как-то так может быть это было не очень четко лучше поговорить аккуратнее это понятно да но я как бы понимаете зону ближайшего развития не надо диагностировать и формировать зону ближайшего развития надо мыслить вот в этом суть как бы это мыслительное средство если человек понимает что это такое то тогда он определенным образом относится к ситуации это понимаете это все равно что как бы измерять длину идеального отрезка он не ловится измерять длину можно в реальности а это мыслительное средство которое позволяет нам вот я этих мыслительных средств знаю ну вот все что я набрал я знаю определенный комплект и я этого комплекта учу но это не так много большую часть вы знаете точно так же как и я вот я большую часть не знаю то что знаю малая часть от того что надо знать это вот это правда геркнула в том смысле что их в культуре нет если что-то еще встречается то я я это собираю я не думаю что я чего-то не знаю что есть в культуре поэтому когда кто-то что-то изобретает это очень здорово поэтому я вот и говорю что если вы сможете сформулировать про то как вы мыслите какими средствами вы мыслить какими представлениями это было бы очень ценно потому что это можно транслировать действия транслировать нельзя педагогическое мышление транслировать не нужно тут возникает такой вопрос зона ближайшего развития еще и угадать еще можно еще и угадать ее надо угадать она появляется в акции педагогического действия она иначе не видна когда мы совершаем действие а вот тут она и выявляется вы правы Владимир Григорьевич это действительно как бы схема экстериализации тоже имени Выгодского надо дать трудную задачу когда человек выносит наружу все что у него есть и мы можем это увидеть и мы можем имея в голове представление о зоне ближайшего развития сказать какое средство ему не хватает да я хочу сказать фразу уберу слово формирование мне оно ближе но активировать зону ближайшего развития нужно все-таки трудной задачей потому что когда человек ничего не делает у него ни одной ни другой области нету а когда есть проблема начинается активизация активация того что было и понимание того чего не хватает и так далее но значит все-таки запал должен быть то есть не запал а препятствия ну об этом можно говорить это очень тонкие вещи но мне кажется здесь мы с вопросом страхастичности но вероятности неопределенности будем сталкиваться все больше это не значит что не надо ходить но все-таки найти рецепты готовые по моим ощущениям может не получиться но когда студенты школьники дети застревают вот тогда можно угадать что делать слова Соколянского мне очень важны в этом угадать угадать хорошо значит я прекращаю свою так сказать дискуссию извините что я вырвался кто еще хочет что-то сказать спросить надо поблагодарить конечно замечательно поблагодарить это само собой спасибо это очень ценно я волновался Константин Андреевич потом Анатолий Георгиевич звук включить Константин Андреевич пожалуйста звук у вас микрофон выключен и все еще выключен так вот так слышно да так ну вот мне хотелось бы все-таки понять о чем говорят наши вот корифеи Алексей Владиславович Владимир Григорьевич я честно говоря слушая вас не очень понимаю о чем вы говорите вот ну конкретно когда начинаешь конкретно разбираться по студентам или школьникам чего он знает чего он не знает где у него там ближайшая зона развития ну совершенно понятно где можно легко выяснить скажем где же он там чего не знает где он знает а где не знает где он там натурально знает дробно знает а уже рационально не знает или там вещественный переходит это легко выяснить ничего трудности не представляет вы же видите какую-то там другую задачу какую-то что-то нужно вам увидеть в чем-то вы сомневаетесь вот это мне непонятно можете конкретно как-то пояснить ну вот конкретно например ну я уже сказал в общем учим скажем там семиклассников переход там от систем чисел к системам выражения ну как вы можете не знать чего он знает чего не знает ну как вам сказать вы наверное работаете на мехмате МГУ я так предупреждеваю нет в Кубанском университете на физико-техническом факультете заведующий кафедрой много за свою жизнь 45-летнюю преподавательскую видел самых разных и студентов и школьников естественно ну и в общем я никогда не видел проблемы чтобы определить там зону ближайшего развития там это ну легко сказать можно и более какие-то примеры мат-физику я там преподаю ну неужели я не вижу чего они не знают и чего знают ну поговорив пять минут с ним все это ясно оказывается ему надо еще идти туда в пятый класс изучать дробь ну хорошо тогда про университеты они бывают разные мне повезло в господинском университете набор отбор был одинчик на место поэтому разрыв между тем что они знают и что должны знать минимально чтобы вести занятия по программе московского университета это была проблема конкретная проблема раз о конкретных разговорах идет был курс топологии сейчас его объединили с курсом дефицитальной геометрии проблем нет но в тот момент когда он появился у одного преподавателя кстати выпускника Мехмед МГУ доктора последствия физико-матических наук толковый абсолютно преподаватель 70% задолженников по курсу топологии в ноябре при том что зачет должен был быть в конце мая у второго преподавателя выпускника БГУ тоже ведущего университета толкового преподавателя 70 человек в ноябре не сдали курс топологии моя очередь подошла ну вижу скоро будет 95% неудов все я знал где они где их зона в лишнем развитии ноль когда ноль и кроме того конференция была и как-то собрались в секции люди которые как раз этот курс преподавали я говорю все получилось они говорят не может быть больше 30% студентов этот курс освоить не могут а 70% безнадега говорю да нет вот же получилось ну и все можно детально обсудить с чего пришлось начинать с какого пустяка но оказывается что весь этот пустяк связан не с недостатком умственных сил возможности потенциальных а просто с тем что все вот так взъерошено рядом эти самые аксиомы топологии не находятся ни с каким житейским опытом ни к чему не привязываются и как это из нескольких аксиом вырастает теория непрерывных отображений студенты понять не могли ну и все непонятно в начале не считают дальше дальше целая этажерка вверх курс-то очевидный изящный элегантный но только начало нужно способ ликвидации этих всех проблем очень простой вместо того чтобы сразу вводить аксиомы топологии вводим делаем пропедитическую лесенку уходим к метрическим пространством там правда тоже аксиоматика своя но хотя бы хоть какие-то представления расстояния есть и начинается работа ступенька за ступенькой они выходят на это понятие ясно откуда взялись эти аксиомы это те же самые сводят открытых множеств в метрическом пространстве ничего такого волшебного нет о Коснёвске есть книжка кажется введение в алгебрическую топологию там пропедевтики этих понятий на двух или трех может четырех страницах я не помню ничего волшебного и загадочного и таинственного абсолютно ничего но ведь не справлялись и тогда начинается разговор с самого начала а потом вдруг выясняется вы говорите где зона в дальнейшем развитии что неплохо представили что такое функция что такое непрерывная функция на отрезке кривые представления о метрике ну что для этого надо сделать заготовить задач достаточное количество если в обычных учебниках по функциональному анализу ну пять семь примеров ну Соболева Люфтерника и Соболева там одиннадцать примеров ну заготовил сборник задач там сто пятьдесят примеров на все глупости какие в голове я не знаю как их сформировать просто предлагаю задачи если идет так и идет а не идет о скрывается скрывается кривые скрываются кривые представления когда удается все это исправить вот первая ступенька это и есть хаос потому что все предыдущее я не знаю что не знаю а точнее знаю что не знаю плохо неверно криво косо еще не знаю как вмешаться в это а уходить слишком далеко не могу из-за нестатка времени поэтому здесь хаос а потом шаг за шагом слушайте три месяца на эту корректирующую работу дальше они стали учиться сами сдали топологию нормально и каждый третий в курсе функционального анализа сдал на отлично но можно подумать по молодости снизил уровень требований да нет большинство говорили любую теорему могут указать без подготовки бывший двоечник сдал теорему о замкнутности множества значений фрагментов операторов в банном пространстве без единой ошибки ну сначала надо было вот там повозиться а где там с ним возиться было и тяжело и непонятно но потихоньку я понимаю о чем вы говорите когда студенты хорошо учатся то легко угадать что и как сделать а если они не могут справиться с курсом и на грани отчисления а их там полгруппы вот про это разговор да понятно мне конечно много кое-что я услышал у вас под другим углом зрения может быть я и это и все знал и читал то есть ну вы хоть говорите что нет эффективных методик на самом деле они есть левитас я так говорил извините я перебиваю но я так не говорил я так не говорил потому что есть технологии обучения они извините я сейчас просто должен обязательно это уточнить я говорил о том что когда плохо то вот это надо делать здесь не говорили но с вами пятая страница вашей книги первого тома есть такое утверждение но я не об этом пожалуйста но то есть такие системы как бы созданы люди потратили не дай бог сколько всю свою жизнь и такие системы есть но и вот ваши некоторые тут вот приемы как бы там ну вот влияние там импульсами там или там пищи для ума какую-то мы ее находили и в других конечно системах это все есть но у вас как-то под своим углом зрения вот этой вот стахастичности что ли а там наоборот с точки зрения детерминизма оно же как всегда противоположности детерминизм и стахастичность всегда анализы синтез там устойчивость неустойчивость оно всегда бездна между этими двумя противоположностями находится именно поэтому интересен может быть наш путь но как бы я что-то хотел спросить а вот пока говорил уже почти изоблил что я хотел спросить ну в общем ваши два тома я не успел конечно прочитать хотя бы даже познакомиться буду рад получить в кости по-настоящему конструктивная критика и даже неконструктивная будет полезно я бы мог вам там походу это можно сотни вопросов задать естественно тут как бы только главное можно говорить о чем-то общем таком у вас как-то вот что мне бросается в глаза что вы общие такие с общих точек зрения там пишите пишите а вот конкретности как бы не доходит вообще конкретно так как скажу что конкретно вот пишите так надо ну я не теоретик я практически действующий каждый день действующий преподаватель в детском саду я занятия вел сам в начальную школу приходил вел сам я не писал учителям начальной школы как им действовать но хочу обратить внимание что когда провел до 2004 года занятия в детском саду одна из воспитательниц использует все мои наработки случайные потому что должны были быть а должен был при университете быть республиканский центр развивающий обучение дошкольников по заявкам по заданию министерство разрабатывало власть министерства поменялась никому ничего не нужно но воспитательница используя вот эти наработки еще пока первичные добивается того что набирает логопедическую группу и через полтора года все ее дети обходят всех других детей в детском саду ну это конкретная работа или это абстракции какие-то конкретная работа и длится эта работа уже четверть века поэтому можно сказать ну конечно я потому и пытался избегать обобщенных каких-то высказываний потому что это звуки это знаки и это никакого смысла поэтому я попытался говорить о конкретных вещах вот пришел в школу вот провел такой урок оказалось три урока они дальше учат сами два с половиной года длился позитивный эффект не затухающий при этом от этих трех вещей я только об этом хотел сказать что существуют такие эффекты они написаны у Выгорского часто мы от небольших импульсов воздействия получаем длительные позитивные забыл фразу ну в общем не важно я не отметил что есть прекрасные учебники Киселева мне нравятся учебники значит Никольского Потапова Решетникова и Шепкина там я когда-то подумал что мне придется свои учебники писать потому что безобразие как-то стало на разных ступенях образования ну понадобится это делать бах попадаю на такие учебники все свободен все есть все есть кроме каких-то может деталей от себя идущих ну так каждый добавляет какую-то деталь ну так все есть все есть а взять учебники Сергеева который тот вот присутствовал а вот и сейчас присутствует шедевр просто шедевры с одной стороны вот смотрите я хотел этот пример даже привести но при авторе я постеснялся с одной стороны классификация методов обучения четыре блока таких основательных это продвижение в сторону упорядочения да а с другой стороны по винтовой лестнице идем сначала более простые задачи но на все темы потому что когда тема узкая ты тут научился за границей ты думать не умеешь а зато тут ты научился решать задачи ну так тогда это подсказка как решать а когда задачи меняются все время сталкиваешься с новым чем-то и тогда получается сразу упаковано масса важных вещей что такое мышление по реплике Нечаева Николая Николаевич ученика Кальперина это ломка стереотипов ты тут вырабатываешь стереотип а потом раз в сторону а публика привыкших стереотипов начинает действовать так же и попадает в бросак ты его раз поймал на этом второй раз поймал третий раз а потом ты его не можешь понять потому что формируется контроль за деятельность контроля за основой деятельности по Кальперину это внимание а гений это внимание говорил Ломитрий а внимание это контроль так научить контролировать свои действия это уже очень много вы говорите о том что конкретно обязательное задание с жестким приемом отдельных доказательств отдельных теорем это этап остановки на крыло во втором семестре ничего же не делаю но спрашиваю студента вы терем разбираете да получается да даже как-то грустно стало что-то у них само получается а я столько времени потратил говорю ну вам как-то помогают те задания что вы мне сдавали одна Наталья Шалаханова говорит да помогает я говорю а как я говорю когда разбираю новую теорему всегда думаю какой встречный вопрос мне может задать Владимир Григорьевич нахожу такие места нахожу на них ответы а после этого все ясно так что это такое какой был смысл я их научил доказательств теорем нет я научил их контролировать свою деятельность а это внимание а оно универсальное и все но когда две трети студентов становятся отличниками да не один раз по курсу математического анализа на первом курсе 80% студентов провалили итоговую контрольную по математическому анализу в середине 90-х годов тогда в школе решили а наверное доказательства не понадобятся ну в общем развал он всюду был в головах тоже что не делали ничего не получилось но кое-что пришлось придумать вот эти системы обязательных заданий с жестким контролем каждого шага на пятом экзамене 16 человек из 24 сдали экзамен на отличный 8 человек из группы закончили все с отличием многие другие бы сдали получили такой же диплом но на первом курсе были прочниками потом расистами с третьего курса и дальше отличниками но система же помнит что ты был троечником поэтому нет диплома с отличием но один человек рекомендован в аспирантуру и все они успешные люди я с некоторыми из них дружу до сих пор каждую неделю общаемся спасибо владимир григорьевич давайте следующий вопрос а то мы до ночи заседимся анатолий георгиевич у вас вопрос или высказывание давайте все перемешку я решил что было бы непродуктивно не сообщить информацию которую я хотел сообщить в приглашении к докладу в повестке была ссылка вот на этот самый двухтомник и я потратил четыре часа на его чтение я хочу сообщить всем присутствующим что ну естественно четыре часа это столько сколько у меня было я читал по диагонали что-то мне понравилось очень интересно где такое написано ну я к этому относился с прохладцем пока наконец не нашел профессиональный разбор того как неправильно читать общую топологию как читать ее правильно и вот это совершенно блестящий анализ в нем содержится много много полезных мыслей и вот я просто всем хочу сказать что сегодняшний доклад если вы пытаетесь два тома вставить в 45 или там в 55 минут естественно какая-то эпилитичность будет но вот вдохновленный чтением этого содержательного примера как мне как профессиональному педагогу ясному в каждой строчке я сегодня слушал даже те места где были мне непонятны или такое я слушал думаю что тут наверное что-то такое есть это первое что я хотел сказать второе я хотел сказать что вот нам упомянули что в ноябре в ноябре 70 процентов студентов уже в период переиздач не получили зачет по какому-то предмету вот это явление можно рассматривать с двух точек зрения это можно рассматривать как неудачный запуск какого-то самолета который сделали и не получился вот разработали курс начали его читать он не получился или можно это воспринимать как результат как совершенно катастрофу гуманитарную лица наделенные властью получающие зарплату за то что они делают организовали учебный процесс так что 70 процентов студентов они к ноябрю этого года ввели умышленно по предварительному сговору в тяжелое совершенно психологическое состояние и вот то что сегодняшний автор разделяет вот эту вторую точку зрения я тоже увидел третье что я хочу сказать посмотрите какие сценарии проведения вот этой стахастической диагностики и того тех реальных воздействий пусть мелких но все меняющих нам предлагают 10 минут в конце урока в субботу после занятия и так далее это означает что институционально то что предлагается нынешней системой образования школьного отвергается совершенно жестком я сам работаю в программе для детских садов и начальной школы начальное обучение программирование у нас 800 площадок 650 детских садов 150 начальных школ и конечно в детском саду гораздо больше свободы в корректировке учебного процесса а в начальной школе для того чтобы они придумали сами задачу надо написать категорически в инструкции для учителя дать детям задачу которая нигде не опубликована вот тогда они что-то попытаются придумать так что нам как педагогическому сообществу можно было подумать изменить нельзя систему которая сложилась но где-то ее смягчить сделать какие-то маленькие окошечки наверное можно было бы но это должно быть в федеральном документе иначе ни один здравомыслящий педагог этого делать не будет спасибо Алексей Владиславович я буквально хотел бы коротко понимая что занял много времени у всех но смотрите приходите в субботов трудные задачи три раза провела эти занятия с детками и получила выговор от завуча за то что занимает детей по субботам задачами как раз о том что отметается да не только отметается а так отрезается что попробуй единственное что дети которые почувствовали вкус нормальной жизни и учебы стали говорить Татьяна Владимировна ну вы же классный руководитель да мы же можем проводить классные часы в субботу да так давайте на классных часах и будем решать задачи поэтому внешне они классные часы проводили а тайно решали трудные задачи без журнала но для того чтобы чиновники вольно или невольно умышленно или понедомыслию простите уж так скажу не мешали делать то что принципиально нужно даже разрабатывать это невозможно потому что места нет и свободы нет так вот одна из идей спасибо что смотрели в книжку в конце есть концепция построения региональных научно-внедренческих центров активных методов корректирующих обучение имеется ввиду что там будут трудиться и накапливать опыт небольшое количество людей которые будут приезжать в духе скорой помощи медицинской и педагогической почему она нужна учитель не может нарушить все инструкции тем более что гарантии твердой гарантии что все получится нету поэтому представители этого центра должны взять на себя часть ответственности привлечь к этому и администрацию быть может чтобы вместе попробовали провести какую-то кредитационную работу учитывая что она может быть реализована на коротком отрезке времени в целом все вернется на круги своя и все будут спокойны но учитель только в редких случаях может пойти на поперек всех инструкций установлений традиций там и учителя и родители и администрации поэтому такой центр нужен и работать он мог быть очень просто у вас проблемы мы приедем посоветуем и возьмем на себя ответственность за совет и все ну как один из вариантов что касается детского сада да но в детском саду столько тайн что эта свобода мало во что реализуется потому что все таки надо чуть-чуть разобраться одну статью на эту тему с детализацией методики я написал спасибо спасибо за комментарий очень важно все пожалуйста почему очень может Алексей Владимирович да Николай небольшое предложение по работе нашего семинара ну во-первых конечно доклад был очень интересный он действительно сложный все время держал напряжение но после этого что-то осталось в голове и поэтому было бы неплохо получите потом презентацию так сказать чтобы потом еще так спокойно обстановке посмотреть а вот по работе нашего семинара такое предложение сейчас у нас в академии образования академиком секретарем отделения общего образования стала Людмила Леонидовна Босова ну многие наверное знают назад в МПГУ ну это я считаю факт хороший и по ее инициативе был недавно создан научно-методический совет академии по вопросам математического естественно-научного школьного образования ну вчера провели первое заседание очень интересно прошло я думаю что совет будет работать и там обсуждал в том числе вопрос о создании семинаров по физике математике и так далее в работе совета но я проинформировал про наш семинар сказал что здесь не надо еще плодить семинары надо просто договориться о взаимодействии конечно да если не будет возражения я просто не переговорю с Босовой чтобы они подготовили список кто из членов совета хочет математикой заниматься я не буду не думаю что там сильно много будет ну в том числе я уже один есть и тогда может быть я просто направлю вам список с адресами электронами чтобы им постоянно рассылали я думаю это будет полезное взаимное мероприятие тем более тогда появится еще возможность нашему семинару через академию некоторые вещи воздействовать по крайней мере на некоторые вещи это отлично да Николай Атмирич вы знаете давайте тогда может быть я несколько усугублю как бы эту ситуацию значит ну мы с Розовым и с этим как же в общем уже так сказать лет 10 назад писали о том что наука формируется тремя инфраструктурными системами система специализированных научных семинаров раз система специализированных научных конференций два и система специализированных научных журналов три в принципе да вот и раз уж за это взялась Людмила Леонидовна я думаю она как бы это человек который понимает да может быть тогда вот этому совету имеет смысл вот эти три вещи постараться зафиксировать значит на самом деле я вот в качестве специализированной конференции и специализированного журнала очень хочу посоветовать Елецкую потому что там ну это бывший мой докторант Щербат значит он ректор Елецкого университета и у него журнал посвящен методике преподавания математики информатики да не про все не про все педагоги все науки вместе с туризмом да а именно про методику преподавания математики и конференции у него проводятся тоже именно по методике преподавания математики конце сентября вот и ну может быть еще вот парочку троечку ну просто этот я знаю но может быть есть еще парочка троечка специализированных ну может быть что-то ну в Москве и что-то может быть еще где-то что вот как бы вот эти вот эти вещи они позволяют фактически вытащить науку на уровень науки потому что там собираются люди которые специалисты которые разговаривают на одном языке которые начинают видеть друг друга и понимать кто что делает и появляется действительно наука поэтому вот если бы вы такое предложение передали Людмиле Леонидовне то я был очень благодарен я полностью согласен с этим более того как раз на базе МПГУ и по идеологическим руководствам ее ежегодно проводятся конференции по методике преподавания математики и информатики да да и я не участвовал но с нее вот притащил нет я там уже не раз выступал в общем я с ней переговорю может быть мы на одном из заседаний семинаров ну это уже понятно уже после сентября потому что у нас тоже последнее заседание практически обсудим вообще вот в совокупности проблему как-то координации проведения семинаров к этому времени там физики химии видимо уже возник предложения и в совокупности с конференциями и изданием так сказать научных статей и я думаю что она тоже с удовольствием так сказать подключится и потом подумаем как это может быть организационно ну закрепить как-то хорошо договорились спасибо Николай Дмитриевич очень спасибо хороший так сказать сюжет простите перебью презентацию я прикрепил в чате ну и потом еще пришлю вам Алексей спасибо так еще коллеги кто что хочет может сказать никто больше ничего не хочет не может ну значит спасибо большое Владимир Григорьевич очень интересный доклад очень близкий по духу лично мне я как бы с большим удовольствием слушал ну вот о чем мне не хватает я сказал мне не хватает как вы думаете я думаю что вы это следующие разы обязательно расскажете и это было бы очень здорово особенно в контексте того что вот Николай Дмитриевич говорит оказывается в академии образования возникла какая-то жизнь я я никак не ожидал попытка оживить давно с отделением я то сам в отделении профессионального образования я давно пытался с отделением общего образования раскачать по проблемам математическое образование учитывая то что мы в Сибирском федеральном университете с дроном уже почти договорились но дронов очень занятый понятно первый проектор его так снеслило но сейчас с боссовой она немножко послабоннее чем дронов может быть активно поработать хорошо Алексей Владиславович я поблагодарю вас и всех участников семинара я трижды был на повышение квалификации в Московском университете на МИХМАТе считаю себя отчасти учеником МИХМАТа и очень рад что вы приняли мой доклад сегодня в какой-то мере а дальше буду участвовать спасибо спасибо